Что можно сказать об итогах выборов в Мосгордуму? Во-первых, с этого года электронное голосование в Москве стало основным видом голосования, то есть большинство голосовало электронно, и поэтому результат Единой России совершенно другой. В 2019 году у Единой России было 25 мест, причем единороссы участвовали в выборах как самовыдвиженцы, отказывались выдвигаться от партии власти, так как у нее был низкий рейтинг в Москве. А в 2024 году у Единой России 38 мест из 45. Такими темпами в следующий раз у Единой России может быть хоть 100%. Подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка в описании. Николай Николаевич, в Москве прошли выборы в Мосгордуму. Чем эти выборы отличались от прежних выборов? Во-первых, в прошлый раз единороссы участвовали в выборах как независимые кандидаты. В этот раз они участвовали в выборах как партийные кандидаты. На выборах в 2024 году вообще не было никакой оппозиционной активности. И какие же результаты? Удивительно, что не 100% у Единой России. Но у КПРФ было 13 депутатов, а теперь всего лишь 3. У всех остальных партий либо нет ни одного депутата, либо один. То есть как будто бы никаких выборов вообще не было. При этом электронное голосование уже считается основным. Что бы вы сказали об итогах этих выборов? Что касается выборов 2024 года в Мосгордуму, они действительно разительно отличались от прошлых выборов 2019, когда и митинги еще были разрешены, когда там и кандидаты были нормальные абсолютно. Сейчас была задача, видимо, показать, что консолидация, это означает, что все плюнули на все остальные партии, голосуют исключительно, принципиально, только за Единую Россию. Причем, ну, кандидат от КПРФ, я должен сказать, КПРФ сделала все возможное, чтобы не выставить, ну, никого, кто, ну, более-менее как-то там, так сказать, вызывал бы у власти даже какие-то вопросы, не то что антипатию. Я хочу сказать, я хочу, чтобы это все знали, что КПРФ и меня сняла в 2019 году с выборов в Мосгордуму, отправив в Хабаровск. То есть мне сказали так, или я еду в Хабаровск, или они меня снимают вообще. Вот я хочу, чтобы люди это понимали. Причем было сказано четко, что моя риторика, ну, я выступал тогда, ну, что против точечной застройки, что еще в Москве есть, против бессмысленной траты денег там на бордюры эти каждый год, ну, ты как бы ничего, захоронение зеленых насаждений, парк Лосиный остров, ну, казалось бы, да. Мне было прямо заявлено, что моя риторика, моя, не нравится московской мэрии. Вот меня уже сняли тогда. Ну, типа, сняли, ладно, отправили там в Хабаровск, понимая, что там, в общем, ничего как бы не будет. В этот раз то же самое. То есть четырех кандидатов движения за новый социализм, причем нам сказали, КПРФ, дайте нам своих кандидатов. Но мы дали и немного из 45 одномандатников, в Москве только одномандатные выборы по спискам нет. Мы дали четверых, ну, отбирали их, и там люди с учеными степенями, ну, все с высшим образованием, это само собой понятно. Одна, в том числе, помощник там Глазковой, ну, на которой вся работа, в общем, в Думе держится. Это нормальные люди. Значит, их заслушала некая кадровая комиссия, значит, заявила потом, что они не подходят. Когда мы спросили, они почему не подходят, сказали, да потому, что мы по уставу партии, вдумайтесь, не обязаны вам это сообщать. А что, в уставе партии написано, что, значит, надо сообщать, почему выдвигают кого-то, что ли? Вред полный. Причем Тарасов, который нам это сказал, это из московского горкома, его самого сняли с выборов потом. Ну, то есть, КПРФ сняла с выборов более-менее всех таких, ну, как сейчас модно говорить, токсичных, а на самом деле принципиальных кандидатов, ну, а что вы потом хотите? Это раз. Потом, значит, действительно, люди мне сообщают на встречах, что никакой агитации не велось. Ну, так выдвинули, и отлично. Вот, ну, я могу сказать по тому месту, где я сам живу. Я первый раз в жизни, в этот раз на выборы не ходил. Да я там вообще... Раньше какие-то еще кубы стояли там, какие-то там плакаты были. Вообще ничего не было. Ну, то есть, если бы я не интересовался, я не знал бы, что вообще какие-то выборы происходят куда-то. И никаких встреч, ну, по крайней мере, вот где я живу и где живет Анжелика Егоровна, никаких встреч мы не видели, объявлений, встречи с кандидатом, там, КПРФ. Пришли бы, послушали, создали бы, что называется, массовость. Нет, не было. Ну, и, как вы правильно сказали, Марк, если раньше, вот в 2019 год, электронное голосование началось с меня в Хабаровске. Это были первые выборы. До выборов в Государственную Думу я баллотировался в Хабаровск. Где было электронное голосование? Тогда только там. Вот на мне решили опробовать. Прошлые выборы, Мосгордума, значит, говорили так, ну, пожалуйста, приходите, да голосуйте электронно, вам квартиры будем разыгрывать. Тем, кто электронно. Значит, какие-то там призы, вот само по себе, да? А почему, собственно говоря, тем, кто голосует бумажно, никаких призов никто не разыгрывал? При этом долдонили нам, что все прямо в очереди стоят проголосать электронно, и одновременно зазывали этих людей квартирами там. Я, кстати, ни разу не слышал, чтобы кто-то ее получил реально. Ну, обычная вещь. А в этот раз, да, совершенно верно, бумажное голосование обычными бюллетенями фактически было отменено. Надо было электронно, опять-таки, или придя лично в избирательную комиссию до 2 сентября записать какое-то заявление, чтобы вам выдали бумажный бюллетень. Вот и что докатились-то, понимаете? Ну, понятно, что большинство людей, оно либо этого не знало, ну, потому что, ну, все привыкли, пришел, получил бюллетень, там, проголосовал. Поэтому, да, десятки тысяч людей пришли на участки, им показали фигу, сказали, что вы, значит, должны были раньше его получать. Ну, в том числе, Анжелика Глазкова, да, депутат Госдумы, которая пришла на участок, свой, обычный, и говорит, дайте бюллетень, подбежал какой-то, говорит, мужик, не представившийся, и говорит, вас кто подослал, да что докатились-то, то есть, человек пришел бюллетень получить, его кто-то, значит, подослал, ну, наверняка какая-нибудь американская разведка, ну, что тут можно сказать, понимаете? Поэтому явка была рекордно низкая, и чтобы ее скрыть, эта рекордно низкая, вот этот весь дек дистанционный электрон, он и был организован, понимаете? Люди-то удивляются, не было же никого на участках, он говорит, ну, да, на участках-то не было, а все же, все прям вот по свистку проголосовали электронно, и почему-то в основном только за одну партию. Мы помним с вами Домские выборы 21-го года, когда был единый фронт левых сил, в котором я принимал участие в создании, мы выиграли почти все одномандатные округа в Москве, такого не было, КПРФ там раньше один округ выигрывал, Парфенов, потом все выиграли, по бумагам, а потом пришли дистанционные результаты, и мы везде проиграли. Ну, и нам рассказывают, да это потому, что в КПРФ дебилы, они, значит, там вот все по старинке голосуют, а прогрессивная общественность почему-то вся голосует только за одну партию. Ну, всем все ясно, поэтому я в этот раз на выборы не ходил, потому что считаю, что мои конституционные права, как избиратели, были нарушены, а проверить результаты дистанционного электронного голосования я не в состоянии. За кого мой голос был отдан, поэтому я не пришел. Что они означают? Что в будущем, когда я больше чем уверен, будут все-таки отменены и трехдневные выборы, и дистанционные, конечно, мы пройдем, проголосуем как надо, за тех, кто за социализм. Субтитры создавал DimaTorzok